На этих черно-белых фотографиях изображены родные Ольги Альминбаевы, среди которых можно разглядеть украинцев, русских и казахов. О своей интернациональной семье Алматинка решила поделиться и с нами. Ее дедушка Казах родился и рос в Казахстане, но жизненные обстоятельства занесли его в Россию. В период коллективизации, конечно же, они очень пострадали, репрессировали, забрали весь скот. И семью с детьми репрессировали в Мурманск. Но к 40-м годам, каким-то образом, неизвестно каким, они перебрались в Таджикистан. В Таджикистане дедушка Ольги встретил свою любовь и женился. Его избранницей стала молодая учительница, которую также репрессировали из России. Молодые супруги решили переехать в Казахстан и начать новую жизнь. И на свет у них появился сын, а затем внучка Ольга. Я родилась в Алма-Ате, я провела все свое детство в Каскелине, там, где жила моя бабушка с дедушкой. Это мой дедушка, отец моего отца. Город я этот обожаю. Даже если я когда-то уезжаю, ну, я уезжаю ненадолго. Я даже когда уезжаю, я скучаю, очень скучаю по своим друзьям, по своему дому, по своим улицам, по горам. Здесь Ольга получила образование, нашла свое призвание и создала семью. Алмазинка работает персональным стилистом, ведет здоровый образ жизни. В документах Ольги указано, что она казашка, но в ее венах течет украинская и русская кровь. У меня есть сын, ему 20 лет. Он студент. Он закончил школу и сейчас учится в университете. Ольга придерживается казахских традиций и обычаев. Гостеприимство ей передалось от дедушки и украинской бабушки. На интервью Ольга пришла не одна, а в компании своей близкой подруги. Она настолько человечная, настолько добрая. И как подруга она просто вот с большой буквы подруга. Ольга считает себя толерантной, открытой и дружелюбной. Именно эти качества она переняла от своих предков и передала своему сыну Данияру. Вадима Жанузакова, Роман Ван Жанакун.